О самых актуальных событиях в жизни региона прямо сейчас в студии Алексей Шевченко. Здравствуйте. Волк был бешеный. В селе Нижняя Ильиновка введен карантин. Оценка экосистем. Проверить качество воды на бурее после взрывов предлагает Фонд дикой природы России. Синяя папка. Амурские общественники передали губернатору при Амуре папку со своими предложениями. Чтобы не погибла рыба, в селе Козьмодемьяновка приступили к аэрации обмелевшего озера. В селе Нижняя Ильиновка введен карантин. У волка, напавшего там на людей, обнаружили бешенство. В закрытом режиме населенный пункт пробудет 60 дней. Положительную реакцию на заболевание выявили специалисты Амурской ветлаборатории. Собаки, пострадавшие при встрече с хищником, изолированы и помещены под наблюдение. На карантине животные будут находиться в течение 10 дней. Напомним, волк напал на сельчан в ночь с 12 на 13 марта. В результате пострадали 4 человека. Обошлось без жертв. Проверить качество воды на бурее предлагает Фонд дикой природы России. Экологи утверждают, что взрывные работы по ликвидации оползня могли негативно повлиять на водную и наземную экосистемы. Специалисты отмечают, что при весеннем таянии снега и льда в реку поступит большое количество токсичных веществ, которые содержались во взрывчатке. Крайне важно вести мониторинг воды, делать пробы и анализировать реакцию живых организмов. Также запланировано исследовать местность на возможность схода новых подобных оползней. Если существует угроза образования новых завалов, нужно заранее принимать превентивные меры. Напомним, в декабре прошлого года на реке Бурея в Хабаровском крае сошел оползень. Его объем оказался столь огромен, что перекрыл русло. По данным Минобороны России, объем завала из горных пород составил почти 34 миллиона кубических метров. Из них только 4 миллиона находились над поверхностью воды. Завал произошел выше плотины Бурейской ГЭС, разделив водохранилище и ограничив приток воды. В Паярковской школе построят большую спортивную площадку, а в учебном заведении Михайловки проведут капитальный ремонт. Об этом стало известно в ходе рабочей командировки амурского губернатора Василия Орлова. На этой неделе глава области побывал в Михайловском районе. В завершении своего визита он встретился с местными жителями. В спортзале первой школы села Паяркова ремонта не было 20 лет. Деревянный пол деформировался, образовались щели, а местами покрытие и вовсе проваливается. Помещение необходимо откапиталить. Ремонт запланировали на этот год. А в следующем уже во дворе школы будет построено так называемое спортивное ядро. Комплекс снарядов, уличной гимнастики, волейбольной и баскетбольной площадки, беговые дорожки с современным покрытием. Уже есть проектные решения. Понятно, проблематика по эксплуатации. Можно что-то улучшить и так далее. В этом году мы все равно сделаем. А в следующем году тогда новое. В Михайловке в средней школе имени Костенко к началу учебного года проведут капитальный ремонт. На эти цели выделено почти 6 миллионов рублей. А школе искусств Михайловского района приобретут новое фортепиано. Как отметили в образовательном учреждении, остается потребность в музыкальных инструментах, которые необходимо обновлять. Когда мы посещаем территорию, в обязательном порядке посещаем ряд социальных учреждений. Это в обязательном порядке школы, детские сады, объекты здравоохранения. Естественно, у нас проводится встреча с предпринимательским сообществом и завершает обычно этот день встреча с населением. Задать вопрос губернатору могли жители Михайловского района. Люди жаловались на состояние районной поликлиники. До 1 апреля областной Минстрой проработает типовые проекты для строительства нового здания. Необходимо оценить стоимость работ. В числе вопросов отсутствие знаков, ограничивающих нагрузку по дороге Заветинск-Поярково, а также переселение из аварийного жилья. Как отметил министр ЖКХ Сергей Гордеев, в программе переселения участвуют дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Денис Середенко, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Мечта исполнена. Василий Орлов выполнил новогоднее желание двоих детей из Благовещенска. Открытку с мечтой ребят губернатор снял с елки желаний в Кремле. Напомню, благотворительная акция была приурочена году добровольца и волонтера и прошла в преддверии декабрьского заседания Госсовета. В своем обращении благовещенцы 10-летняя Маша и 14-летний Карим Каримовы написали, что хотят поплавать с дельфинами. Василий Орлов помог осуществить эту мечту. Сейчас ребята находятся в Сочи. Губернатор отметил, он рад тому, что помог детям воплотить их заветное желание. Это дает стимул мечтать дальше, а главная благодарность, по словам главы региона, счастливые глаза ребят. Кстати, в конце 2018 года подобную акцию Василий Орлов инициировал и в Преамуре. Так, елка желаний была установлена в холле правительства региона. На ней разместили более 230 новогодних открыток с мечтами детей из детских домов области. Подарки получили все ребята, сообщает пресс-служба правительства Преамуре. Амурские общественники передали губернатору Преамуре Василию Орлову синюю папку. В ней общественные предложения их собрали и систематизировали представители ОНФ. В Благовещенске под девизом «За Россию» прошла итоговая конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта. На ней обсудили эффективность исполнения майских указов президента Российской Федерации Владимира Путина, которые охватывают сразу 12 направлений – экология, комфортную среду, дороги, образование, здравоохранение и многое другое. А также выбрали новый руководящий состав. Кстати, участником конференции стала член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Майские указы Владимира Путина стали главной темой конференции «За Россию». По нескольким направлениям выступали докладчики. Они подытожили, какую работу удалось провести амурским общественникам, чтобы выявить болевые точки в реализации указов и, соответственно, в механизмах улучшения жизни амурчан. Объем работы на местах по достоинству оценила член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Она, кстати, курирует направление «Городская среда». И поэтому темы благоустройства для нее актуальны. «Сегодня есть акции, есть проекты ОНФ, которые направлены для человека, во имя человека, исправить ситуацию и защитить социальные, дать гарантии безопасности, комфортности». Представители ОНФ не раз вставали на защиту интересов обычных граждан. Благодаря общественному влиянию, к примеру, удалось отремонтировать двор в школе номер 2 Благовещенска, сделать безопасными переходы возле нескольких учебных заведений, в том числе в Чигирях, выявить незаконные свалки и частично их ликвидировать, оборудовать пандусами входы в поликлиники. Большая работа проведена по каждому из 12 направлений. Существенных успехов удалось добиться в создании карты убитых дорог. Это помогло в дальнейшем региональным властям, отметил Амурский губернатор, отремонтировать около 70 участков дорог и эффективно распределять бюджетные деньги. «Мы с вами понимаем, что при огромной протяженности дорожной сети в регионе, порядка 5,5 тысяч километров, низкой плотности населения и небольших средств, которые сегодня у нас есть в Дорожном фонде, необходимо добиться максимальной эффективности от использования этих средств. Поэтому считаю, что этот проект важен, нужно его продолжать». Работа будет продолжена. Общественники передали главе области синюю папку. Президент вручает зеленую, а они синюю. В ней собраны общественные предложения всего около 15, которые помогут исполнительной власти решать проблемы обычных граждан. Кстати, взаимодействовать теперь будут с обновленным составом ОНФ. В рядах региональных фронтовиков частично сменилось руководство. Места сопредседателей Жекелина Орлова и Александра Боршко теперь займут Руслан Дуп, Александр Платонов и Ольга Смирнова. Ольга Сысо, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. «Организовать пешеходные переходы или поставить светофор, сделать парковку для инвалидов, добавить общественных уборных, прогулочную зону наполнить развлекательными и коммерческими объектами». Все это отметила Светлана Калинина, член Центрального штаба ОНФ, когда посетила Благовещенскую набережную. С первых же минут пребывания на набережной общественница отметила, что Благовещенская выглядит намного презентабельнее, чем Калининградская, Сахалинская и Владивостокская. В частности, понравилась московскому эксперту детская площадка. Разнообразие качелей, каруселей, горок и так далее. Однако она посоветовала добавить несколько арт-объектов, которые характеризовали бы Амурскую область в миниатюре. То, что привлекло бы внимание туристов и вызвало желание посетить те или иные места. По набережной Светланы Калинина прошлась в течение 15 минут. Этого хватило, чтобы заметить некоторые недочеты. «Вот как ни банально, один туалет для такой огромной площади, но совершенно мало. Ну просто потому, что я мама, а раз нет туалета, значит у нас будут под кустиками, значит у нас будут около скамеечек, это мусор. Вот как ни странно, такие большие объекты, они должны думаться на будущее. Если есть вокруг дорога, то в обязательном порядке необходимы дорожные пешеходные переходы, либо светофоры, понимающие, что ребенок должен ходить только не под колесами машины. Это ребенок, он бежит туда, где он должен знать, где должен переходить. Второе, вот в городе есть доступная среда, то есть есть съезды, есть пандусы. Опять же, нет ни парковочного места для инвалидов, нет пешеходной зоны. И опять же, мы инвалида, человека в коляске подвергаем опасности». Не по нраву Светланы Калининой пришлось и то, что в проектирование набережной привлекались московские архитекторы. Профессиональные навыки специалистов должны быть востребованы на местах. Между тем, через полтора месяца эксперт навестит Амурскую область повторно, чтобы посмотреть, как были учтены ее замечания. Кстати, за последние два года член Центрального штаба ОНФ объехала 16,5 тысяч муниципальных образований. С амурскими бизнесменами будут работать в режиме одного окна. В Благовещенске открылся единый центр обслуживания предпринимателей «Мой бизнес». Организации, предоставляющие услуги бизнес-сообществу при Амуре, постепенно переезжают в новое здание. Как эксперты обустраиваются на новом месте и какую помощь смогут получить амурские предприниматели, расскажет Денис Вериденко. В одном здании собираются все организации, работающие с предпринимателями. Сегодня на новом месте уже разместились Центры по поддержке бизнесменов, Центры кластерного и экспортного развития, агентства по привлечению инвестиций при Амуре. Единый центр и одна площадка. В одном месте амурчане могут получить сразу несколько услуг. В разных зданиях, по разным адресам. И когда к нам приходил предприниматель, мы видели, что ему бы, конечно, лучше, например, в Центр экспортного развития. Мы отправляли его, его надо было найти, предприниматель, этот центр. А сейчас все, как бы, все мы вот рядом. Центр поддержки предпринимательства работает в Приамуре с 2017 года. В прошлом году за помощью к экспертам обратились более пяти тысяч бизнесменов. Амурчанам оказывают различные виды поддержки. К примеру, консультируют в области права, маркетинга или персонала. Кроме того, с предпринимателями проводят бизнес-встречи, а также обучающие тренинги. Такие, как азбука предпринимателя. Различные мероприятия, такие как школа предпринимательства, азбука предпринимательства, генерация бизнес-идеи. В этом году у нас планируется провести два крупных бизнес-форума. И в ближайшее время будет функционировать азбука предпринимателя. Сегодня в области более 25 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. И у каждого из них свои вопросы. Не хватает капитала, нужна недвижимость или сотрудники. Напомним, проконсультироваться и получить услуги амурские бизнесмены могут в новом здании по адресу Зейская, 287. Планируется, единый центр «Мой бизнес» заработает в полную силу к лету этого года. С предпринимателями здесь в отдельном окне также будут работать специалисты МФЦ, а также откроется микрофинансовая организация. Работа центра будет финансироваться из средств федерального бюджета по нацпроекту «Малый и средний бизнес». Денис Фриденко, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. Делегация женщин из Китая посетила Преамурья в рамках международного обмена. Он приурочен к 8 марта и проходит уже в 21 раз. Делегаты из Поднебесной побывали в Белогорске, где посетили фок имени Солнечникова, а также познакомились с продукцией, которую производят предприятия, резиденты территории опережающего развития. Во второй день прошла встреча амурских женщин-предпринимателей и бизнес-вумен из Китая. Амурские предприниматели и предприниматели города Хэйхэ будут рассказывать о своей продукции, своем производстве, рассказывать о своих компаниях, также делиться контактами. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Амурские предприниматели рассказали, для них такая встреча – очень важные и полезные мероприятия. Здесь можно не только обсудить производство, но и получить отклик бизнесменов из другого государства, а также обзавестись контактами. В ходе презентации свою продукцию представляли, к примеру, амурские производители меда, дистрибьюторы косметики, компания по производству экопродуктов. Последняя, кстати, работу по экспорту продукции в Китай начала недавно. Сейчас готовят большую партию для поставки в Пекин. Я изначально училась в Китае, и у меня есть опыт работы с китайцами, поэтому, как только предоставилась возможность, тоже экспортный центр нам в этом очень сильно помог, мы начали выезжать на выставки, пробовать себя, то есть выставляться, и уже с этого, то есть на выставках приобретаются некоторые контакты, которые дальше уже можно развивать и продавать. Рыбаки Тамбовского района бьют тревогу. Озеру в селе Казмодемьяновка грозит обмеление. С прошлого года уровень воды упал более чем на метр. Все дело в аварийном состоянии шахтового водосброса. Оборудование должно удерживать, а при необходимости сливать излишки воды, однако установку не ремонтировали уже 47 лет. Чтобы как-то поддержать жизнь в водоеме, специалисты приступили к аэрации озера. Подробности расскажет наш корреспондент Вероника Федореева. Это и есть процесс аэрации. Специальная мотопомпа производит забор с одной и выброс воды в другую лунку. Именно в процессе фонтанирования и происходит обогащение жидкости кислородом. На первый взгляд, работа незамысловатая, однако весьма трудоемкая. На территории, превышающей 600 гектаров, требуется сделать более полусотни лунок. Обогатить кислородом специалистам предстоит более 18 миллионов кубометров воды. На перекачку жидкости с одной лунки в другую рыболовы тратят примерно 10 минут. За это время помпа способна перегнать 6000 литров жидкости. Кстати, специализированное оборудование появилось в местном рыболовном хозяйстве лишь в этом году, благодаря помощи общественной экологической службы. Стоимость механизма превышает 100 тысяч рублей. Ранее специалистам приходилось мастерить изобретение аэрации из подручных материалов. Провести аэрацию необходимо за месяц, до начала апреля. Потом выходить на лед станет опасно. Если сейчас воду не обогатить кислородом, произойдет замор большого количества рыбы. За год озеро обмелело более чем на метр. Воздуха обитателям водоема катастрофически не хватает. Так, в середине озера до дна почти 2 метра. Из них 110 сантиметров толщина льда. Выходит, зимой для рыб остается водное пространство глубиной лишь 90 сантиметров. При норме 1,5-2 метра. Как говорит глава КФХ «Рыбовод» Иван Хаустов, обмеление происходит ежегодно из-за аварийного шахтового водосброса. Вот видите, протекает вода. Под резьберма, то есть дно этого шахтового водосброса, под нее уходит. Она не должна, должны держать заслонки. То есть, видите, слева-справа тоже размыто. Там уже арматура торчит, там уже яма, он уже в аварийном состоянии. Причиной оттока озера служит и вот этот канал. Для удержания воды он был перекрыт грунтом и бетонными блоками. Однако со временем перемычка размылась. Чтобы ее восстановить, необходимо завести около полутысячи спрессованного грунта. И поверх уложить 6-7 бетонных блоков. Но ни на ремонт шахтового водосброса, ни на восстановление плотины денег нет. Водоем стоит на балансе федеральных властей. И, говорит Иван Максимович, никак не финансируется. Так вода с озера на глазах утекает в Тамбовский район, а оттуда впадает в Амур. Местные рыболовы пытаются спасти водоем и жизнь его обитателей – карасей, гальюнов и вьюнов. А в планах здесь хотят разводить сазанов, щук, карпов и самов. Но для этого нужно остановить обмеление озера. Вероника Федореева, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Салат «Ласточкино гнездо», каре «Ягненка» по-крымски, шкары из кефали. Такие блюда сегодня предлагают в Благовещенских ресторанах участников фестиваля «Крымская весна». Он проходит в областном центре в рамках празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией. О процессе подготовки и создания кулинарных шедевров Крымского полуострова расскажем далее. В Благовещенском кафе «Сердце» к участию фестиваля «Крымская весна» подошли основательно. В праздничное меню внесли сразу три блюда, имеющих отношение к полуострову. Возглавляет список кары «Ягненка» по-крымски. А примечательно, что готовят это мясное лакомство на мангале. Подают кары «Ягненка» по-крымски с овощами и зеленью. В заведении рассказали. Внести в крымское меню баранину решили, потому что коренными жителями полуострова являются татары. А баранина для них – главное мясное блюдо. Второе блюдо у нас – черноморский окунь по-крымски. Ну, это само название говорит само за себя. Третье блюдо у нас – ялтинские чебуреки, потому что ялта является визитной карточкой Крыма. И одно из популярных блюд является ялтинские чебуреки. Еще одна новинка, которую в кафе припасли специально к крымской весне – горный ягодный чай «Айпетри». Напиток, говорят, в заведении не просто вкусный, но и очень полезный. К нему, кстати, подают и настоящее крымское варенье. Чай является общеукрепляющим, тонизирующим, стимулирует умственную деятельность, улучшает работоспособность, снимает последствия стрессов и хронических перегрузок, тонизирует центральную нервную систему. К этому чаю крымчане употребляют варенье из сосновой крымской шишки, которое также наделено полезными свойствами и способствует поднятию иммунной системы. Как оказалось, ягоды для чая и варенье из шишек крымской сосны в кафе действительно привезли из Крыма. Попробовать блюда, подготовленные специально для фестиваля «Крымская весна», в заведении можно будет до 18 марта. Размещать лакомства в основном меню пока не планируют. В свою очередь в баре «Корона», который тоже участвует в фестивале, новинки, приготовленные к мероприятию, в основном меню оставят и после окончания праздника. Сегодня в заведении предлагают отведать салаты «Ласточкино гнездо» и «Крымская весна», колбаски «Ялтинские», «Корейка ягненка», «Медвежья гора», «Картофель», «Солнечный берег» и «Вареньки крымские». Блюда, говорят, разрабатывали всем коллективом. У нас было собрание, мы просто вместе собрались и решили, что если делать крымскую кухню, то лучше брать, так как полуостров, он много, национальный полуостров, и мы просто решили взять традиционные блюда. Утверждали, приготовленные для фестиваля блюда также все вместе, поэтому, говорят, точно, уверенно получилось по-крымски вкусно. Творчески к разработке меню для «Крымской весны» подошли и в балетаже. Посетителям в праздничные дни предлагают насладиться салатом «Генуэзская крепость», в основе которого авокадо и креветки, а также попробовать шкару из кефали. Наш шеф-повар связался со своим другом, который живет в Крыму. Тот посоветовал ему парочку тех блюд, о которых я уже сказал. Мы решили их приготовить и продегустировали. Всем очень понравилось, и теперь мы предлагаем их вам. Выглядят необычные блюда с крымским уклоном весьма аппетитно, да и посетители их уже оценили. Очень нежная, сочная рыба с хорошим вкусом, очень вкусно. Фестиваль «Крымская весна» посвящен годовщине воссоединения Крыма с Россией. Напомню, 16 марта 2014 года на общекрымском референдуме жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Уже два дня спустя был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав страны. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. На этом у меня все. Смотрите наши новости в эфире и на сайте amurobl.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин